Мир вам, братья, сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Что нам проститься, а что нет? Хола на Святого Духа. Проститься или нет? Не сказал ли я в жизни того, что Бог не простит? Не сказал ли я на Святого Духа того, что Бог не простит и не примет меня? Что можно, а что нельзя говорить на Духа? Эти вопросы часто возникают у моих слушателей. И если ты здесь, и тебя волнуют эти вопросы, то могу с уверенностью сказать, что ты не хулил Святого Духа. Давайте посмотрим, что на это говорит Библия, и посмотрим на эту тему в двух разрезах, разных случаях в Слове Божьем. Об Иисусе Христе и офицере римской армии в Капернаумском сотнике. Поговорим о власти Царства Небесного на земле, которое проповедовал Иисус Христос и подтверждал своими делами, исцелениями, освобождениями, изгнанием бесов. Хола на Духа Святого и власть над бесами. Посмотрим, что произошло, что фарисеи того времени сделали, что Господь сказал о грехе холы на Духа Святого. Лучше, конечно, прочитать всю главу, чтобы понять, что происходило тогда, что делал Иисус Христос. Но мы откроем Евангелие от Матфея, 12 главу, стихи с 22 по 34. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силы Вильзевула, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силу Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьи силу изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царство Божье. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как же вы можете говорить добрые, будучи злые? Ибо от избытка сердца говорят уста. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 34 стих. Угроза власти фарисея. Когда Господу привели бесноватого, слепого и немого, он исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. Это происходило при множестве народа. И многие видели это, и начали думать и говорить, что это не спаситель ли наш пришел от Бога, которого они ждали. Господь исцелял. А здесь увидели фарисеи, что Иисус исцелил, да еще и изгнал беса. Это не просто изгнать беса. Это не просто, друзья. Изгнать беса значит иметь власть в духовном мире. И так, что бесы ему поминуются. Он проповедовал Царство Небесное и изгонял бесов. То есть его слова о Царстве Небесном он подтверждал властью и в духовном мире. И это видел обычный, простой народ. Тут фарисеи возмутились, ведь он был не с ними и не в их рядах. Они увидели угрозу их власти, и реакция была незамедлительна. И это обвинение Господа в том, что он изгонял бесов силою Вильзевула. На что Иисус Христос ответил, что я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царства Божьего. Он сказал, что он изгоняет бесов Духом Божьим. И сказал, что это значит, что уже достигла до вас Царства Божьего. Один из переводов звучит так, но если я изгоняю демонов Духа Всевышнего, то это значит, что Всевышний уже устанавливает среди вас свое Царство. Да, тогда фарисеи увидели угрозу своей власти на земле. Они думали, что имеют безграничный власть над людьми и власть над бесами, и обвинили Иисуса в связи с Вильзевулом. Не просто говорили между собой, они начали распространять это среди народа. Господь сказал, что те, кто восстает против Бога и позорит Святого Духа, Царства Небесного, и того, что Бог делает для людей Духом Божьим, позорить, обвинять, распространять ложные слова, то есть произносить хулу на Святого Духа, на Царство Божье, тому это не простится ни в этом веке, ни в будущем. Капернаумский сотник Но посмотрим еще одну реакцию на власть Господа на земле. Это римский сотник. Откроем Евангелие от Матфея, 8 глава, стихи с 5 по 11. Когда же вошел Иисус к Капернауму, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздорови, слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему, сделай то-то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном». Это Матфея, Евангелие от Матфея, 8 глава, стихи с 5 по 11. «Сотник хорошо понимал, что такое власть. Он сам был сотник, офицер римской армии. Он не только понимал, но и практически жил со властью. Он видел, что делал Иисус Христос и понимал, откуда власть над болезнями у Господа. Но он не позорил Иисуса Христа, а наоборот, в смирении». Помните, он ему сказал, «Господи, в смирении перед Иисусом Христом, перед властью, которую имел Господь, он попросил исцелить своего слугу. И Господь назвал это верой». А как поступишь ты? Признавать власть Бога, смиряться перед ней. И то, что и сейчас он также действует среди нас, в наше настоящее время, через своих служителей. То же самое, что признавать, что Царство Божие уже приблизилось и к нам. «И если мы не отвергаем, как фарисеи, а принимаем Божью власть, как сотник, и то, что делает Дух Божий через своих служителей сегодня, значит, мы принимаем Божью власть и Царство Божье, может также прийти в наши жизни, как на примере сотника. А это исцеление, освобождение, изгнание нечистых духов. И сегодня, в наше время и в наших семьях. Аминь». «И здесь, я думаю, не стоит вопрос, что нам проститься, а что нет. Хула на Духа Святого проститься или нет. Не сказал ли я в жизни того, что Бог не простит. Не сказал ли я на Святого Духа того, что Бог не простит и не примет меня. Что можно, а что нельзя говорить на Духа. Если ты здесь и тебя волнуют эти вопросы, то могу с уверенностью сказать, что ты не хулил Святого Духа. Принять верой власть Бога. А вопрос в том, как ты поступишь, когда завтра ты встретишь человека, который рассказывает Евангелие или говорит о Царстве Божьем и исцеляет, освобождает, изгоняет бесов. Ты отвергнешь, как фарисей, или примешь верой власть Бога, как сотник. Друг мой, ты не зря слушаешь эту запись. Бог не зря в тебе поднял желание и вопрос о хулах на Святого Духа. Бог готовит тебя со встречей с собой. Он хочет, чтобы ты завтра, когда встретишь служителя Божьего, сделал свой осознанный выбор. Завтра, когда ты встретишь Божьего служителя, Дух Святой напомнит эту запись, эти слова. Хула или вера. Понимаешь? Твой осознанный выбор. Хула или вера. Похулишь, отвернешь, Бог больше к тебе не придет. Он не будет больше тебя беспокоить. Он понимает, какой ты занятый человек. Примешь верой, смиришься, то Царство Божье войдет в твою жизнь. А как поступишь ты? Хула или вера? А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись, или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.